Православные христиане Они отметили один из 12 великих праздников – Рождество при Святой Богородице. Им открывается церковный год. Священнослужители облачены в голубые одежды. Это цвет Божьей Матери. Сегодня Русская Православная Церковь показывает, какой духовной высоты может достичь женщина. Кажется, в христианстве мужчина главенствует. Он не покрывает головы в храме, может заходить в алтарь. На примере Божьей Матери, которая является по святости выше всех людей, выше всех святых. Даже больше, чем людей святых, она является по святости выше всех ангельских сил. Даже целое государство, целые страны были спасаемы от погибели ее святыми молитвами. Согласно преданию, у родителей Мария долго не было детей. Бесплодие считалось наказанием за грехи. Отец и мать жили благочестиво, но люди относились к ним пренебрежительно. И уже в преклонном возрасте ангел известил – у них будет ребенок. Это показали того, как влияет и воздействует жизнь родительская на своих детей. Конечно, бывает так, что от плохих родителей рождаются хорошие дети, но это является как дар Божий на самом деле. Это не их, может, какие-то заслуги. А вообще закономерность такая. Если родители не трудятся над своим духовным возрастанием, над своей нравственностью, то и дети далеко от них не уйдут. В храм пришли венчаться Елизавета и Александр. Свадьбу в праздник Рождества Пресвятой Богородицы специально не планировали. Однако надеются, их семейная жизнь будет под покровительством Пречастивой Девы. Как и для всех, это наша, так сказать, мама. И, конечно, она будет нашу семью охранять. Мы очень надеемся, что любовь будет крепкая, что проживем долго, что у нас все получится. Трудно, конечно, но мы надеемся на это, что с Божьей помощью все будет хорошо. 22 сентября церковь празднует память святых родителей Богородицы – Теокима и Анны. Им молятся в том числе о мире в семье и помощи в воспитании детей. Около 7 тысяч человек пришли помолиться вместе со святейшим патриархом Московским и всея Руси на площадь Владивостока. Глава Русской Православной Церкви побывал в Приморье 21 сентября в праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Те, кто пришел на площадь, стараются взять благословение у святейшего. Встречают патриарха не только жители Владивостока. Так, ночь на поезде и автобусах добирались сюда паломники из Хабаровска. Для праздничной литургии на площади возвели алтарь. Как правило, большая часть того, что в нем происходит, в храмах скрыта от глаз людей. Здесь же традиционного иконостаса с царскими вратами нет. Видно все. Не лапза не дедам яка Иуда, но яка разбойник исповедую тебя. Помяни мя Господи во царстве твоем. Молятся о стране, о властях и воинстве ее, о мире, о здравии родных и близких, а также тех, кто стоит рядом. Послужить с патриархом приехали священники со всей Владивостокской митрополии. На литургии также присутствует губернатор, мэр города, депутаты. Всегда, когда святейший патриарх посещает митрополии и епархии по всей Руси Великой, это объединяет народ наш, российский воедино, вносит такую духовность и крепость Геры. Эта площадь для богослужения выбрана не случайно. Рядом строится новый храм, Спасо-Преображенский собор. Возводить его начали в мае, а закончить работы планируют уже в будущем году. В конце богослужения люди получили от святейшего подарки – иконы Рождества Пресвятой Богородицы. Чтобы жизнь людей становилась все лучше. И чтобы внутри этой жизни, о чем мы уже сегодня говорили, была сильная вера, сильное национальное чувство, сильное убеждение в необходимости строить крепкие семьи. Во время пребывания в Приморском крае глава Русской Православной Церкви осветил Нижний храм Казанского собора Находки, посмотрел, как идут строительные работы по возведению Спасо-Преображенского во Владивостоке. На Дальний Восток святейший патриарх прибыл из Японии. Его визит в страну Восходящего Солнца был связан с Днем памяти равнопостального Николая Японского. В этом году исполнилось 100-летие со дня его кончины. С 19 по 21 сентября его святейшество, святейший патриарх Московский и все Руси посетит Японию. Визит этот долгожданный и нами, дальневосточниками, и всеми православными христианами России, и, конечно же, православными верующими в Японии. Всем нам памятно событие, которое было связано с разрушением многих зданий, многими жертвами, даже разрушениями храмов на японских островах. Всем нам памятно, как русское православие соединилось в едином порыве помочь своим братьям в Японии. Эта помощь была оказана. И вот теперь святейший патриарх со своим первосвятительским визитом посещает японские острова, своих японских собратьев-архипастырев и пастырей верующих православных этой страны восходящего солнца, для того, чтобы еще более укрепить их, помолиться вместе с ними, узнать о их жизни и дать возможность, и это самое главное, пообщаться с самим собой, первосвятителем Русской Православной Церкви. А это действительно оставляет, как я знаю, незабываемое впечатление на многие-многие годы. После этого визита состоится посещение святейшим патриархом Приморской митрополии. Святейший патриарх осветит один из храмов Владивостока, под Владивостоком, а затем на праздник Рождества Богородицы, главы двух дальневосточных митрополий, Приморской, Приамурской, я и владыка Вениамин будут сослужить его святейшеству в главном храме Владивостока, сослужить на Божественной Литургии. Я с большим трепетом получил приглашение его святейшества совершить совместную молитву. Ибо в всякий раз, когда мы совершаем это, я чувствую великую силу и благодать, которую Господь даровал нашему Предстоителю для совершения его величайшего служения. В всякий раз, когда встречаешься с его святейшим, когда молишься вместе с ним, получаешь нечто очень важное для совершения своего служения, понимая, что вот пример истинного доброго пастыря, вот пример твердости в преодолении испытаний и искушений, вот пример деятельной любви к Богу и ближнему, вот пример постоянной работы над самим собой для самосовершенствования, вот пример архипастерского служения. Я буду рад встретиться с ладыкой Вениамином, нашим преподавателем Ветхого Завета, который у нас, студентов Московской Духовной Семинарии, вел этот предмет. В всякий раз встречаешься с этим мудрым человеком и от него подчеркиваешь что-то очень важное и нужное. Я знаю, что многие наши хабаровчане и жители Хабаровского края приедут вместе со мной во Владивосток для того, чтобы поучаствовать в этом богослужении, вознести совместные молитвы. И от души радуюсь этому, готовлюсь к этому визиту. Я надеюсь, что наш благовест, который готовит этот материал, после этого моего небольшого слова обязательно покажет, как эти события происходили, и вы будете иметь возможность увидеть их вовчину. Памятники первопроходцу Ивану Москвитину и погибшим пограничникам установили хабаровские путешественники. Целый комплекс с часовни появился на Шантарских островах. Каждый турист может внести свою репту в строительство мемориала. Путешественников с грузом на Большой Шантар доставил вертолет. С корабля донести до места памятники весом почти по 400 килограммов каждый было бы сложно. Один из монументов установили в честь Ивана Москвитина. Казак в 17 веке открыл мир у побережья Охотского моря и Сахалинский залив. В 1641 году он заложил поселок Уцкое. Это, опять же, первое русское поселение на Охотском море. Рядом с памятником первопроходцу монумент, посвященный пограничникам. В прошлом веке в Охотоморье, защищая рубежи, от рук браконьеров погибли 500 человек. Огонь! Путешественники на острове в буквальном смысле рисковали жизнью. Так, проснувшись утром, они увидели знакомые следы. Ночью по лагере гулял медведь. На Шантарах теперь возник целый мемориальный комплекс. Он включает в себя также первую на архипелаге часовню в честь Николая Чудотворца и поклонный крест. Возвели их по инициативе известного путешественника и священника Федора Конюхова. Наши пра-пра-пра-предки ее открывали, осваивали, а сейчас она стоит, как будто непрекаянная. На Большом Шантаре соорудили лестницу и скамейки для туристов, которые предпочитают любоваться видами природы с высоты. Каждому путнику предлагается внести лепту в строительство мемориального комплекса. Для этого достаточно взять камень с морского побережья и положить его в основание поклонного креста. В бой идут реконструкторы. Хабаровские фотографы вместе с любителями истории защищали дом Павлова. Советский командир проверяет, хорошо ли выглядят немцы, все ли натурально. Такое возможно в кино, да у реконструкторов истории. Последний помогает фотохудожнику Саиду Ибрагимову воссоздать события Сталинградской битвы. Число фашистов превышает число наших воинов. В немецкой форме, ну, немного неуютно. Ну, немцам надо же все равно кому-то быть в клубе. Пока красноармейцы выходят из кадра только за кадру. Пусть горит пока, да. Не, не, немцы оттуда снимают. Идут они сейчас сюда будут идти. Заброшенная котельная на окраине Хабаровска очень похожа на знаменитый дом Павлова, уверяет фотохудожник. В 1942-м здание героически отвоевывала небольшая группа советских воинов. Немцы атаковали по несколько раз в день. Двое суток наши солдаты стояли насмерть, защищая мирных жителей, которые находились в подвале. Есть данные, что потери гитлеровцев, пытавшихся занять неприступную крепость, превысили их потери при наступлении на Париж. Вот сверхзадача была вытащить эмоции. Что-то получается, что-то не очень. Мы же, видите, не профессиональные здесь артисты, а обыкновенные люди, хабаровчане. Часть обмундирования – бутафория. Но есть вещи настоящие. Винтовки, каски. В войну порой одна такая наступательная граната приходилась на несколько бойцов. Патроны тоже выдавали не всем солдатам. А вот фашисты, напротив, были вооружены до зубов. Да и экипировка получше, чем даже у некоторых современных подразделений российской армии. Внимание, Леша, давай, держись, держись. Снимаю, отлично. Тема Саиду Ибрагимову близка. У него воевали оба деда. Ордена книжки бойцов передаются в семье из поколения в поколение. Не обошла трагедия 40-х и самих реконструкторов. Если так ставить на его место, то будет как-то страшновато, наверное. Потому что все-таки люди-то погибали, и много людей погибло. Снимаем, еще раз сделаем такие же движения. Хабаровские мастера намерены собрать свои военные работы и сделать большую выставку. Уверяют, подобным видом фотоискусства на Дальнем Востоке занимаются немногие. Проходи, Лёва, поехали, камера. Есть в Хабаровске одна не совсем обычная ювелирная мастерская. По чистоте и уюту этому месту может позавидовать хорошая гостиница. А все потому, что хозяйка здесь женщина. Наталья Ковалевская торопится накрыть на стол. Сегодня в гости ждут первого проректора Хабаровской духовной семинарии, епископа Ефрема. Два года назад в этой мастерской началась работа над необычным кадилом в форме храма-семинария. Мы осознавали глобальность этого труда. Потом, когда это все затянулось на два года, все подустали чуть-чуть. Понимаете, что немножко закрылись мы от внешнего, так сказать, мира. И вот внутри, весь процесс происходил внутри. На последний этап мы позвонили и попросили владыку, чтобы сугубо помолился за нас, чтобы у нас все получилось. Традиция изготавливать кадила в форме храмов на Руси существует издревле. А вот на Дальнем Востоке вместе с этим кадилу она только зарождается. По признанию ювелиров, работа непростая, слишком велика ответственность. А помогали мастерам, что называется, всем миром. Традиционно, что жертвуются крестики, серебряные кольца, серьги, цепочки. Были даже серебряные ложки. Два небольших слиточка мне подарил один таксист, с которым мы случайно познакомились. И когда я ехал в такси к семинарии, он спросил, нужно ли нам серебро в виде слитков, необработанных. Он каким-то образом эти слитки получил в свое время и не знал, как их применить. И говорит, я бы их с радостью пожертвовал церкви. Кадилу изготовлено из серебра и золота. По всем четырем сторонам будут вставлены небольшие иконы с изображением святителя Иннокентия, покровителя семинария. Сейчас все детали уже изготовлены. Осталось собрать все воедино. Отдельно крышка, отдельно также нижняя часть, отдельно колонны делались. Отдельно все из металла, все вручную выгибалось. Последним штрихом станет памятная надпись. Как точно она будет звучать, пока неизвестно. Но связана она будет с именем святителя Иннокентия. А передача готового кадила семинария будет совпадать с 215 днем его рождения. Древние книги, старинные ноты и колокола. В этом году в Хабаровске необычно начались соревнования по паралимпийским видам спорта. Перед началом выступления участники решили отслужить молебен и сходить на экскурсию в семинарию. Кто мне скажет, в каком году было включение в России? Гости застыли у святынь домового храма семинария. Здесь есть образ Николая Чудотворца с частицей его мощи. Чудотворная икона скоропослушницы, привезенная с Афона. Рядом в ковчеге хранится частица того самого животворящего креста, на котором был распят Господь. Здесь хочется задержаться, потому что у каждого человека есть надежда, с одной стороны, на исцеление, особенно для тех людей, которые очень больны, для них это очень актуально. И для надежды на исправление тех ошибок, которые ты сделал в жизни по отношению к своим близким. После храма в семинарскую библиотеку. Здесь хранятся старинные книги 17-18 веков. Есть Библия, молитва-словы. Часть изданий принесли в семинарию хабаровчане. В советские времена они смогли сберечь семейные реликвии. На полках даже имеется молитва-слов, замаскированные под учебник физики. А это древние ноты. По таким крюкам и знаменам исполняли молитвы певчие. Отсюда пошло название «Знаменный распев». Книга 17 века, она рукописная. Она рукописная, и все изображения, и все краски сохранились. После семинария опять в храм, помолиться. Впереди несколько дней соревнований. Без Божьей помощи не обойтись, считают спортсмены. Здоровый человек, он даже не замечает. Он просто идет, и у него мысли уже о чем-то другом. А это человек, которому каждый шаг дается с большим трудом. И этот человек приезжает на спортивные соревнования. То есть это вообще своего рода подвиг. Участники приехали из разных частей Дальнего Востока. Они будут состязаться в семи видах спорта. От плавания до фигурного вождения на колясках. Василий Пешко из Николаевска на Амуре играет в настольный теннис. И мужчина увлекся после того, как ему стали недоступны волейбол и баскетбол. Впечатления какие, только положительные. Это хорошо, что сделали экскурсию в семинаре, допустим, в храм. Вот тоже самое, кажется, на колокольню. Посмотрели хабаров с высоты птичьего полета. Помолившись, спортсмены поднялись на колокольню. Преодолеть путь из 13 этажей решились почти все. Гостям разрешили ударить в колокола. Это исключение из общих правил. Всем желающим можно звонить только на пасхальной светлой седмице. Субтитры создавал DimaTorzok